Девушки отдыхают Ворота на замке. Хоккейный Алтай помог юному жителю края приблизиться к спортивной мечте. Приметы пропавшего. Рост 170 сантиметров спортивного телосложения. Волосы короткие, светлые, глаза серо-голубые. Парень был одет в черную с капюшоном куртку, черные лыжные штаны, желтые ботинки. При себе имел большие серые наушники, рюкзак. По данному факту краевое следственное управление проводит доследственную проверку. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Артема Татьянникова, просьба позвонить по телефонам, которые вы видите на ваших экранах. С сегодняшнего дня в Барнауле баланс транспортной карты можно пополнять через банкоматы. В разных районах города установили 42 устройства, которые оказывают в том числе и эту услугу. Помимо банкоматов пополнить транспортную карту можно в 15 киосках Лига Пресс и 42 отделениях почты. Напомним, в общественном транспорте города электронные проездные ввели в обращение с 1 декабря. По данным электронной системы, всего за этот неполный месяц было оплачено около 4 миллионов 400 тысяч поездок. Каждая пятая из них с помощью транспортной карты. Львиная доля проездных пенсионные. Чтобы в следующем месяце можно было расплачиваться за проезд в электротранспорте, деньги за электронный билет можно вносить, начиная с сегодняшнего дня и до 14 января включительно. На Алтае растет число заболевших у ИРВИ. За последнюю неделю к врачам обратилось свыше 19 тысяч человек. Это на тысячу больше, чем неделю назад. Но пока ограничительные мероприятия специалисты не вводят. Эпидпорог превышен на 9%. Больше половины из всех заболевших дети до 14 лет. Случаев гриппа не зарегистрировано. Начало подъема заболеваемости специалисты прогнозируют в середине января. А пока при появлении первых признаков заболевания они рекомендуют не заниматься самолечением и не ходить на работу в болезненном состоянии. Только своевременное обращение к врачу, подчеркивают медики, поможет избежать серьезных осложнений, таких как бронхит, пневмония и гайморит. Война по-соседски продолжается. Краевой суд отклонил касационную жалобу почетного адвоката России Валентины Власовой. Женщина пыталась оспорить решение суда о сносе ее гаража, которого вот уже 6 лет добиваются соседи. Подробности у Алексея Янкина. Напомним, несколько лет назад во дворе дома незаконно появился гараж, который перекрывает окна двух квартир первого этажа. Его возвела одна из жительниц дома, заслуженный юрист страны Валентина Власова. Мириться с таким положением жильцы дома не захотели и вот уже 6 лет ведут борьбу с влиятельной соседкой, обращаясь в разные инстанции. Первым результатом жалоб инициативной группы было предписание администрации Октябрьского района о сносе самовольного строения. Позже снести гараж постановил районный суд, но все это никак не повлияло на владелицу гаража. Железобетонное сооружение продолжало стоять на прежнем месте. На всевозможные уступки шли, предлагали разные варианты, чтобы человека не оставить совсем без гаража, куда-то его перенести. Но, увы, не было у нас таких гаражников, которые бы так упорно не желали перемещать свой гараж. Обжаловать решение инстанции хозяйка гаража попыталась уже в краевом суде, но тот накануне отклонил касационную жалобу. При этом администрация Октябрьского района выразила довольно жесткую позицию. Поставила власовое условие убрать гараж добровольно до 17 ноября или его снесут принудительно, обрушением. Этот документ глава района Вячеслав Новиков подписал 14 ноября. Прошло больше месяца. Гараж с места не сдвинулся. 20 декабря был прямой провод администрации района. Василий Дмитриевич Багликов из квартиры номер 1, у которого непосредственно окна выходят на гараж, разговаривал непосредственно именно с Новиковым, который сказал, что я открещиваюсь от этого гаража. Абсурдная ситуация, похоже, сделала очередной виток вокруг своей оси, но с точки не сдвинулась. Получается, что и в 21 веке закон по-прежнему писан не всем. Алексей Янкин, Александр Антропов, информационный канал «Город». Сегодня профессиональный праздник у нескольких тысяч броноульцев-энергетиков. Примечательно, что в этом году у них, можно сказать, двойное событие. Саму дату учредили ровно полвека назад. История общероссийского праздника связана с желанием вписать историю России и отдать дань уважения государственному плану по электрификации страны. Изначально День энергетика отмечали в мае, но 40 лет назад перенесли на 22 декабря. Самый короткий день в году. Точка отчета истории Барнаульской системы электроснабжения принято считать 1937 год, когда в городе была построена ТЭЦ-1. Сегодня в краевой столице работает пять крупных и около десятка относительно небольших энергетических компаний. В них занято свыше трех тысяч человек. Одна из самых старейших предприятий отрасли «Горэлектросеть» накануне отметила свой 55-й день рождения. Тему развития энергосистемы города продолжим с главным инженером Барнаульской «Горэлектросети» Андреем Лавренец. Здравствуйте! Начать я предлагаю все-таки с Нового года. Предновогоднее настроение прям ощущается благодаря тому, что наш город очень хорошо украшен. Лампочки мигают, огоньки бегают. Вот насколько это дорогое удовольствие? Ну, сравнивать, честно говоря, я бы не сказал, что сильно хорошо украшено. В моем понимании можно было и лучше бы украсить. Но насколько дорогое удовольствие. Дорогое это в плане нагрузок на сети и в плане оплаты за все это. Дело в том, что вся эта вот иллюминация сейчас делается на светодиодах, поэтому нагрузки небольшие. В принципе, они даже не сильно отличаются. Вот отключи всю иллюминацию по городу и включи ее. То есть разницы большой не будет. То есть на фоне колебаний нагрузки естественных, то есть это не замечается. Поэтому тут я считаю, что это от этого только горожанам польза. Наоборот, радостное настроение. Минусов в качестве нагрузки аварийных на сети или еще что-то никаких нет. Соответственно, и по оплате за эту электронегию, раз ее немного, то и оплата небольшая. Вот, к примеру, городская елка сколько потребляет? Нет, городская елка. Вы знаете, я сейчас не могу конкретно назвать цифры. Почему? Потому что если раньше они были подключены от наших сетей, городская елка, и подходили туда две кабельные линии, они подходили, прокладывали их там земле под асфальтом, толщиной, скажем так, с мою руку. Достаточно серьезные кабельные линии, сечения там, кто понимает, 4 на 185 мм квадратных. То сейчас городская елка, она подключена от сетей горсвета, то есть от простых проводов, от которых подключены уличные светильники. То есть нагрузка, в моем понимании, снизилась раз в 10, может быть, в 15. То есть и она по иллюминации, если осталась та же самая, даже, может, еще красивее стала, то по нагрузкам вообще ничего не потребляет. А в новогоднюю ночь энергопотребление растет? Есть ли какой-то предел, что называется? Как правило, предновогодняя ночь, даже не предновогодняя ночь, а предновогодний вечер, особенно если этот вечер, это рабочий день, 31 декабря, то есть приходят домой хозяйки больше, иногда хозяева, начинают там жарить, варить, готовиться к Новому году. Именно пик нагрузки возникает где-то от часа с 4, где-то до 7, до 8. По опыту возникает рост примерно процентов 10-15, до 20, может быть, от общего потребления. Потом он начинает падать, потому что начинает садиться за столы и уже некогда что-то готовить. В этом году у нас 31 декабря выпадает на выходной день, на субботу, поэтому, я думаю, такого пика нагрузки не будет. Все это будет растянуто по времени. Кто-то утром начнет готовиться, кто-то в обед, кто-то вечером. А вообще, существующая инфраструктура справляется с потребностями в электричестве? Да, вполне. По городу Барнаул, я могу назвать несколько цифр, чтобы было понимание. Зимний максимум именно по городской электрической сети города Барнаула составляет где-то 300-350 мегаватт. Это зимний вечерний максимум. Значит, сети, это имеются в виду кабельные линии, воздушные линии, трансформаторы, рассчитаны на мощность в 2-3 раза большую. Поэтому, понятно, что есть какие-то узкие места, где, может быть, при росте нагрузки в полтора раза уже это будет критично. Где-то можно и в 10 раз расти. Но в среднем в 2-3 раза, то есть, сети могут нагрузку большую пропустить через себя. Я вот помню, в детстве свечки были в каждом доме практически, потому что свет отключали регулярно. А вот сейчас такого не происходит. Значит ли это, что абсолютно современное оборудование, и ваши специалисты контролируют как-то процессы, или другие какие-то причины? Ну, я думаю, свечки сейчас на магазинах, наверное, уже почти не продаются, только для украшения. Если кому-то надо подсветить, то сейчас есть фонарики, батарейки, все такое. Ну, а если серьезно говорить, значит, надежность значительно выросла. Я вот в горле Тросети работаю, в следующем году будет 30 лет уже как работаю, пришел. И помню времена, когда был ветер дунул, и неделю мы восстанавливаем обрывы. То есть, и эту всю неделю вы сидите, как говорите, со свечками. Сейчас ситуация другая. Сейчас при любой погоде, то есть, неважно, это ветер, мороз, ураган, дождь, там вот все, то есть, в принципе, даже если случаются какие-то неисправности на электрических сетях города Барнаула, в течение дня мы их все восстанавливаем. Вот. Для этого, во-первых, как бы, ну, какие составляющие? Ну, первое, для этого есть соответствующий персонал, для этого есть соответствующая техника. Ну, а самое главное, сети нужно заранее готовить, потому что, исходя из нормативов, то есть, у нас могут быть и ветра, у нас могут быть и морозы, у нас могут быть хоть что. Соответственно, сети должны, конечно, быть готовы. Но, раз сети готовы, результат налицо. Поэтому вы сейчас свечи дома не имеете. Вот какие-то инновационные технологии вот прямо сейчас внедряются? Ну, инновационные технологии, вы знаете, они всегда есть технико-экономическое обоснование, то есть, надо внедрять или не надо. То есть, понятно, можно космическую технологию внедрить, но это будет очень дорого. Значит, что, если коротко, по воздушным линиям? Сейчас мы вместо столбов, которые деревянные, ставим бетонные столбы. Понятно, этот срок службы продлевается, ну, на неограниченное время, если столб не собьют, естественно. И вместо голых проводов, которые могут замыкать при ветре, которые могут ветки на них падать, обрыв проводов, это вообще опасно, особенно в сырую погоду. Подвешиваемся так называемые сипы, самонесущие изолированные провода, которые даже если оборвется он, ну, дерево упало, он оборвался провод со столба, с опоры правильнее слетел, он остается изолированный, вот, и безопасно для окружающих. Вот. И еще бы что-то назвал я. Назвал, что сейчас вместо выключателей, которые стоят, ну, они старые какие-то стоят, на коммутационные аппараты, масляные выключатели, вот, у которых есть ресурс довольно ограниченный, ну, и по надежности они ставим, или вакуумные, или газовые. Ну, специалисты об этом знают. То есть, вот это широко идет замена. То есть, это и увеличение срока службы, и это увеличение надежности. Ну, вот такие направления. Ну, разрешите еще раз поздравить вас с праздником, ну, и, конечно же, ваш коллектив. Спасибо за встречу. Спасибо вам. А я напомню, что гость нашей студии сегодня инженер Барнаульской гор-электросети Андрей Лавренец. 120 законов за 77 дней фракции «Единой России» в Государственной Думе подвела итоги осенней сессии. Наиболее важные из принятых законов – закон о бюджете на 2017-2019 годы. Как отметил депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев, несмотря на сложную экономическую ситуацию, главный финансовый документ страны был принят своевременно. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, бюджет страны был принят вовремя. Его приоритеты – исполнение социальных обязательств государства и майских указов президента, финансовая поддержка регионов. Приоритетно будут поддерживаться стратегические отрасли экономики, оборонно-промышленные и агропромышленные комплексы. Особенно важна для Алтайского края поддержка АПК, как региона с развитыми сельским хозяйством и пищевой, и перерабатывающей промышленностью. Также депутат Госдумы подчеркнул важность бюджетной поддержки регионов. В новом году из федеральной казны Алтайский край получит 6,5 миллиардов рублей. Это позволит максимально выполнить все социальные обязательства. Скользкая проблема. Один из дворов Барнаула превратился в сплошной каток. Горожане шутят впору одевать коньки, иначе из подъезда просто не выйти. Дело в том, что территория покрыта толстым слоем льда. Коммунальщики решать проблему не хотят. Кирилл Политов об этой скользкой истории в рубрике «Коммунальный патруль». Ледоход. Нет-нет, опь, пока еще сковано. Рано. Зато этот самый ледоход массово начался во дворе дома с номером 34 по улице Энтузиастов. Перейти с одной стороны дороги и не поскользнуться – миссия практически невыполнима. Пешеходов поджидает главная опасность – лед скрыт под небольшим слоем снега. Отсюда падение и травмы очень скользко. Дети идут в школу, в детский сад. Тут у нас интернат для ДЦПшники. Они идут, потому что некоторые приезжают сюда. И вот как здесь ходить? Эту территорию водой залили коммунальщики. Недалеко от этого места произошел порыв. Мастера экстренную ситуацию устранили, воду вылили как раз рядом с 10-м подъездом. Отчитались о проделанной работе и уехали. По закону физики, вода, конечно же, замерзла. Вдобавок образовалась колея. Автомобилисты, как и пешеходы, заложники ситуации. Буксуют, выталкивают машины и снова буксуют. Вместе с жителями по телефону обращаемся к специалистам администрации индустриального района. Все отводы, от водяные, сливают нам под дом, сливают на дорогу. На дороге образовалась толстая корка льда. Сейчас машины проехать не могут. О-о-о, смотрите. А сейчас бы машина ехала. На чиновников горожане возлагали большие надежды после звонка. Оказалось зря. Отправили дальше по инстанциям. Устранить импровизированный каток – задача тех, кто его создал. В этой ситуации зачистить до асфальта обязана компания «Барнаульские тепловые сети». Устранили порыв, теперь должны устранить последствия, говорит наш эксперт, руководитель компании «ДЭС-2» Владимир Литасов. Если порыв произошел на какой-то магистрали, допустим, либо это водопровод, либо тепловые сети, и произошел выход воды, как мы говорим, внешне, и на уровне замерзло, то после устранения повреждения, то это обязанность той компании, которая производила раскопки, все-таки ликвидировать этот каток, так называемый, который назвали. Это однозначно их обязанность. Ну, а формы, методы разные, они могут заключить договор с кем-то, кто-то ликвидирует это, но как минимум посыпать песком и так далее. Но это обязанность той компании, которая производила раскопки, ну, создала, так сказать, вот это неудобство для жителей. Неудобства испытывали жители и в другой части города. Теперь там блокада снята. Долгое время детский сад с номером 120 оставался в снежном плену. За периметром здания родителей и их детей встречала коричневая каша. Ею небольшая территория была наполнена под завязку. Теперь здесь идеально ровная поверхность без сугробов и колеи. Приятно пройтись. Это зона ответственности управляющих компаний чуть дальше уже с самого детского сада, говорят эксперты. Это на бумаге. А вот как это выглядело на деле. И подъехать сюда невозможно, и пройти сюда очень сложно. Малыши, как полярники, в снегах идут в детский сад. Дорога между домов стала словно полосой препятствий. Двор буквально утонул в снегу. Последствия зимы коммунальщики не торопились вывозить. Блокада длилась с наступлением первых снегопадов. Родители на очередном собрании решили своими силами очистить территорию. Вот только сумма, которая пошла бы на оплату трактора, оказалась взрослым не по карману. Зима продолжалась, снегу меньше не становилось. Жутко было представить, что находилось внутри этих серых куч. Те, кто идут пешком, и те, кто едут сзади, создается аварийная ситуация, потому что машины буксуют в этом всем, и по колее их тащат в разные стороны. Поэтому ты вынужден куда-то прижиматься, а куда-то прижаться, если и тут сугробы, и тут сугробы. В данном случае вот, например, как сейчас. Да, да. Странным образом ситуация изменилась после показа этого материала в программе «Коммунальный патруль». Территорию хоть и на конкурс образцовых дворов выставляй. В таких случаях главное нужно понять, к какому из домов относится конкретная территория. В случае с нашим примером, скорее всего, часть к дошкольному учреждению, остальное уже к зданию. Кто все-таки очистил двор, так и осталось загадкой. Да, в общем-то, в данной ситуации это и не так важно. Главное, что есть положительный ток. Мы по-прежнему продолжаем принимать звонки на бездействие коммунальщиков. Номер телефона 722-301. Звоните. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Барнаул впервые присоединится ко всероссийской акции «День короткого метра». По задумке организаторов, короткометражки в городах-участниках будут показывать в самые короткие дни года. С 25 по 28 декабря. Другие подробности акции расскажем в нашем сюжете. Несмотря на то, что акция называется «День короткого метра», проходить она будет 4 дня. Для киносеансов выбран не какой-то новомодный кинотеатр, а очень скромный и камерный. Это просмотровый зал Алтайского отделения Союза кинематографистов. Некогда заброшенные помещения в старом особняке на проспекте Красноармейском, 14. Своими силами привели в порядок, оборудовали всем необходимым. Есть даже неплохая проекционная аппаратура. Здесь же проводят кинорежиссерские курсы для всех желающих. И вот впервые решили устроить показ фильмов, если можно так сказать, на массового зрителя. Надеюсь, что это вызовет какой-то общественный интерес у нас в крае, потому что вот фильмы, которые снимают курсанты высших курсов, студентов ГИКа... Это в основном студенческие? В основном студенческие работы, да, в основном студенческие работы. Через год, два, три это будут звезды нашего российского кино. Одновременно в этом зале, по словам Владимира Кузнецова, может поместиться 40 человек. Первые показы короткометражных фильмов начнутся 25 декабря в 17 часов. Афишу разделили на четыре тематические части. Прошло 16 лет, как они расстались. И вот этот киллер слева, который, ему дали задание убить его. И вот, а... И здесь... Они чуть ли не братья уже, да? Они, да, они в одном детском доме были. Обязательно будет кино для всей семьи, комедии, несколько картин с ограничением по возрасту 18+, и, по мнению нашего собеседника, одна из самых интересных программ «Звезды в коротком метре». Ну, это вот Свирский, который снялся в фильме «В тумане», в главной роли. Она меня больше интересует, эта женщина, в общем, так. Я люблю женщин разных, любил разных национальностей женщин. Здесь нужно в течение 20-30 минут рассказать короткую историю, чтобы она была понятна, чтобы вырисовывали судьбы героев. И зрителю тоже это очень интересно, потому что короткий метр, он очень динамичный. Короткометражные фильмы редко показывают по телевизору, их нет в кинотеатрах. Интерес к таким картинам несправедливо низок, говорит Владимир Кузнецов. И добавляет, во всероссийской акции «День короткого метра» Барнаул участвует впервые. Алтайские кинематографисты уверены, зрителям понравится. К тому же, что очень приятно, вход на сеансы свободный. Елена Кузовкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Барнаульский скульптор Александр Парфенов стал серебряным призером Международного фестиваля ледовых скульптур, который завершился в Томске. Помимо соотечественников, в нем принимали участие именитые гости из Германии. Фестиваль этого года стал уже третьим по счету. Он был посвящен образом и сюжетам из фильмов Александра Роу. По условиям конкурса, каждая команда мастеров за три дня должна была создать из ледяной глыбы настоящее произведение искусства. В итоге первое место заняли хозяева фестиваля «Томичи», а почетное второе разделили Барнаулиц Александр Парфенов и житель Красноярска Григорий Люлько. Они сделали ледяную композицию по мотивам сказки «Морозко». Добавим скульптор Александр Парфенов, постоянный победитель различных фестивалей. К примеру, летом его творение признано лучшим на конкурсе деревянных парковых скульптур в Ямале. Пошло не по плану. Но хоккейный Алтай не справился с локальной задачей занять пятое место по итогам первой части регулярки. Занял шестое. Место выше дало бы право сыграть первый матч Нового года в домашних стенах. Впрочем, в клубе по этому поводу упаднических настроений нет. Основная борьба еще впереди. Кирилл Политов подвел предварительные итоги выступления красно-синих в осенней части первенства. Увидеть, как играют профессионалы не с экрана телевизора, а вот так вживую мечтал давно. Дождался. Да еще и познакомился с ними лично. 13-летний Никита, как и Александр Власов, галкипер. В родном селе на льду готов пропадать часами. После разрушительного пожара в Михайловском районе в огне сгорел дом, вместе с ним и амуниция. Но даже несмотря на это, юноша хоккей не бросил. Ну, лопаты отбивал. Или руками ловил. Просто. Суровый вид спорта. Да. Траммы сильно большие были. Ну, по коленке, руки сбивал. Ворота теперь наверняка будут на замке от клуба «Алта» и лично от Александра Власова подарок – новенькая клюшка. Посмотрел Никита с трибуны и заключительный матч барнаульцев в 2016-м. Говорит, понравилось. Победа всегда приятна. Синекрасные выиграли у ЦСКА ВВС из Самары 6-5. На этом попрощались с болельщиками до 2017-го. Ну, в защите, конечно, так еще. Пока еще мы строимся. Ну, а в нападении, я думаю, мы успешно выступали и команда смотрелась. В первую часть сезона «Алтай» лихорадил, а блестящие матчи чередовались с откровенно провальными. Руководство клуба объясняет – идет становление новой команды во главе с новым тренером. Именно поэтому в такие моменты бывает нестабильность. Где-то, я не знаю, может быть, где-то везение, может быть, удача. В принципе, претензий-то нет никому. Ребята стараются, что вы видели. Где-то не идет, где-то, может быть, подустали, где-то, может быть, там, неправильное решение, ход. Эти факторы в результате сказались на итоговом месте. Постепенно с вершины таблицы барнаульцы скатились вниз на шестое. Точно такое же заняли год назад. Впрочем, главная битва еще впереди. Правда, из-за гастролей очередного цирка во дворце спорта придется скорректировать график тренировок. Благо, теперь есть альтернатива. У клуба уже есть предварительные договоренности с руководством новой арены «Динамо». Сегодня в 21 час не пропустите шоу «Камеди Клаб», а сразу после него неожиданная развязка трагикомедии «Пьяная фирма» с Михаилом Ефремовым в главной роли. Завтра ночью до минус 24, днем до минус 21. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова